Есть и квитанции, и обещания, но нет отопления. Кировщане бьют тревогу. За окном скоро будут минусовые температуры, а батареи в квартирах остаются холодными. Напомним, с начала отопительного сезона прошел почти месяц, но жители города стабильного тепла так и не получили. На улице Щерца 25, например, отопление включили только у половины дома. Я лежала в онкологии, и мне удалили половину легкого. Мне необходимо тепло. После этого я еще два раза лежала тоже в онкологии. Последний раз в январе 2019-го. И вот я должна, вы знаете, постоянно кутаться. В квартире Татьяны Леонидовны отопление так и не появилось. Уже несколько недель ей приходится греться с помощью теплой одежды, обогревателя и газовой конфорки. Надежды на теплые батареи уже не осталось. Женщина каждый день звонит в управляющую компанию, чтобы специалисты пришли и подключили дом к теплу. Но никакой реакции от обслуживающей организации нет. А вот жителям дома 109, корпус 3 на улице Московской придется мерзнуть до середины ноября. Отопление здесь было, но тепловики нашли новые дефекты на сетях. Отключили тепло, повесили объявления, разрыли двор и ушли. У большой ямы остался только тракторист, который в разгар рабочего дня спал в своей кабине. На улице не лето. Очень некомфортно в квартире. На то и лето, чтобы все это смотреть, все это ремонтировать вовремя. Приспосабливаемся с детьми, с маленькими. Трудно, конечно. В социальных сетях кировчане ежедневно жалуются на холодные батареи. Последнее сообщение все с той же улицы Московской, проспекта Строителей, Шаляпина, Щурса, Казанской, Октябрьского проспекта. И речь идет не об однодневных отключениях, как ранее обещали в КТК. В одних домах отопление еще даже не включали, а в других его нет несколько недель. Признавать, что сроки сорваны и к отопительному сезону подготовить сети не успели в КТК сегодня вообще отказались. С нашей стороны такого быть не может. Мы все-таки укладываемся четко. Здесь есть вопрос синхронизации. То есть, когда завершается работа, дается команда на то, чтобы открыть задвижки в управляющей компании. Они должны это сделать. Как долго жители города будут заложниками разборок между тепловиками и управляющими компаниями, неизвестно. Ясно, что новые дефекты на сетях находят каждый день. То есть, стабильно горячих батарей ждать не стоит. При этом сентябрьские квитанции за тепло кировчанам уже начинают приходить.